И снова здравствуйте, рады вас приветствовать. Сегодня я в гостях у Валентина Вербицкого. Последнее время его музей расширился, появились новые экспозиции. И вот я хотел сам посмотреть, конечно, посмотреть есть что, это реально зрелищно. И естественно хочется показать широкому кругу, не только подписчикам, а людям, которым интересна палеонтология, как наука, как хобби для кого-то, просто как для расширения кругозора. Но более подробно, я думаю, Валентин сейчас нам расскажет, как все это начиналось, с чего это начиналось и какие планы все-таки на будущее. Оставайтесь на канале. Я думаю, Валик расскажет очень много интересного. Ну и естественно мы покажем, насколько богата эта коллекция. Она неповторима. В Крыму подобного нет? Нет. Ну да, коллекция уникальная. Я об этом сейчас всем расскажу. Ну и прежде всего скажу всем здравствуйте, потому что я не мог Сергея перебить. И сейчас немножко вкратце расскажу, отвечу на вопросы, которые возникают у людей. Там, с чего начиналась коллекция, как я ищу и тому подобное. То есть и оставайтесь. И обо всем по порядку. Ну и естественно первый вопрос, как всегда, это самый главный вопрос, его задают. Как начиналось это увлечение? С детства. Началось это все с раннего детства. Ну ранее это лет 9 мне было. И я нашел свою первую находку. И первой моей находкой была бы такая вот ракушка. Мало у кого сохранилась с детства какая-нибудь там игрушка, например, или какой-нибудь камушек, потому что, ну, если камушки, то в основном родители не поддерживают детей, да. Но я пронес ее через года, и это моя первая находка. Это меня заинтересовало, я начал искать дальше. Искал, собирал. Но спустя время начал обрабатывать, и сегодня вышел на такой уровень, который, в принципе, можете уже увидеть у меня. Это уже действительно музейные экспонаты. И многим экспонатам нет аналогов в Крыму, нет аналогов в России. И даже за рубежом. Я воссоздаю коралловые рифы. И благодаря этому мы можем увидеть, как выглядел коралловый риф миллионы лет назад. Так, а где и как ты ищешь? Как определить из породы, выделить какие-то же определенные места? Нужно знать, ну, понятно, свои тайны, свои секреты, но в общем, в том же... Для того, чтобы узнать о прошлом, нужно знать о современном мире. Конечно, я изучаю коралловый риф современный. Где любят водиться моллюски? О илистом грунте. Значит, если вылистом грунте, я вижу в породе вкрапление угля. И значит, там по всей вероятности можно найти моллюсков. Кораллы, они обитают в другом месте. То есть, и вот смотрю по породе, да, действительно, и нахожу окаменелости. Ну, когда их находишь, они в таком состоянии, ущербном, скажем таки, да, залепленные породой в глине. И в основном люди, если находят какие-то окаменелости, максимум, что делают, отмывают от грязи, ставят на полочку. А именно препарировать препараторчиков, в принципе, немного. Ну, и, скажем, палеонтологов, например, по Крыму. Ну, там человек 15, наверное, да. Но вот, чтобы заниматься палеонтологией, просвещать людей в этом направлении, я, наверное, единственный яркий представитель. Скорее всего, да. Да. Я решил сделать выставку на дому, потому что ждать, например, от городских властей помощь или от кого-то извне, к сожалению, таких предложений пока что не было. Поэтому я сделал дома витрины, и вы можете прийти посмотреть. Хотелось бы, конечно, верить, чтобы поскорее существилась мечта открыть городской музей именно в масштабах города. Но так или иначе, вот возникает опять-таки вопрос. Мне вот, например, мне в комментариях пишут, что интересный человек, интересная личность, молодец, респект, уважение. Значит, хотелось бы очень посмотреть на все эти дела. Но как состыковаться с Валентином? И какой ценник у него какой-то есть за то, чтобы прийти домой к нему и посмотреть эти экспонаты? Ценника у меня нет. Я принимаю пожертвования. То есть человек может дать 100 рублей, кто-то 500, кто-то 1000. Это не важно. Все эти деньги идут, естественно, в развитие проекта. И как меня найти? Ну, я оставлю номер телефона. Ну, контактный, да. Телефон оставить. И можно будет связаться. Сергей его в видео вставить, в принципе. И по этому номеру телефона вы можете со мной созвониться, договориться конкретно на день, время. И я вас встречу, все расскажу и покажу. Вся экскурсия по времени займет минут 40. Бывает такое, что, как заговоришься, там полтора часа ребята у меня пробыли. Об одной ракушке можно полтора часа говорить. Да, это история каждого моллюска. Во-первых, рассказывать, как он обитал, кем он питался. А в то же самое время, а где нашел. И как вот, ну, много-много историй. Так, ну, я думаю, что вопрос планы на будущее здесь, он сам себя как бы исчерпывает. Понятно, пока не найдется кто-то, какой-то меценат, да. Как бы движение вот только в таком плане. Вот. Ну, хотелось бы верить, что этот процесс ускорится. Ну, я говорю, что помощи от меценатов никакой не жду. Вот. А люди мне, конечно, помогают. Вот на день геолога мне подарили витрины. Кто-то помогает мне с освещением. Так же, конечно, говорю, люди приходят ко мне, допустим, оставляют пожертвования. И я это тоже так же вкладываю в инструмент, расходные материалы. Там где-то какой-то осветительный прибор купить. Ну, то есть много разных расходов. Все это идет в это развитие. С чего начинал? Ну, по большинству многих людей, как представленные коллекции дома. Ну, в серванте, среди книг что-то может там храниться, там, у кого-то в коробке в углу, например. Я решил все-таки это показать людям. Вообще, для чего собирать? Потому что часто задаваемые вопросы, типа, зачем ты это собираешь? А второе, продаешь? Я говорю, нет, я не продаю. Ну, мне все в этом мире продается. И я понимаю, что я не вечный. Я когда-то так же уйду из этого мира. А что я оставлю после себя? Сына, дерево, дом. Хотелось бы оставить что-то большее после себя. И ставить такое наследие нашему городу, чтобы наши дети могли изучать родной край, познавать историю планеты Земля. И не только дети, взрослые, приезжие. Даже люди, далекие от палеонтологии, допустим, приводят ко мне детей, а ребенок через 15 минут, например, сидит уже в телефоне играет. То есть, ну, ему неинтересно. Бывают такие уже осознанные дети, что в 5 лет он задает мне интересные вопросы, и мне интересно ему отвечать. Ну, я уже говорю, когда ребенок в телефоне играется, у родителей интерес возник. Типа, как это возможно? И вот, ну, в общем, продолжается разговор. Ну, и думаю, напоследок это будет такой вопрос. Когда будет следующая поисковая экспедиция? Вот как часто ты ходишь на природу? Стараюсь выходить, делать 2-3 выхода в неделю. Сейчас как раз снега уже растаяли, и сезон начался. И я думаю, что, наверное, завтра мы... Самое время, наверное, завтра, наверное, мы сходим, да? Да. Вот, ну, куда пойдем, это естественно. Тайна. Это тайна. Это, как всегда, это секрет, который остается за занавесом. Вот. Ну, на этом мы и закончим рассказ о том, как развивается музей. И во второй части мы покажем более детально, какие экспонаты, насколько разросся музей, и насколько это действительно захватывающее зрелище, насколько это интересное хобби. Ну, в общем, до следующих встреч. Следующая встреча будет через 5 минут. А еще, в чем уникальность моей коллекции? Уникальность моей коллекции в том, что весь материал собран в горах над Ялтой. Потому что окаменелости, в принципе, по Крыму очень много, по миру тоже немерено. Но я собираю конкретно материал, который вот находится у нас в горах над Ялтой. Мало того, что это нужно препарировать, но я воссоздаю коралловый риф. И благодаря композициям мы можем увидеть, как выглядел коралловый риф миллионы лет назад. Сколько я этим занимаюсь? Ну, лет 20. Более плотно последние 9 лет. Последние 3 года я вышел на такой уровень обработки, что мы видим действительно такие вот музейные экспонаты. И себе подобных я ищу в интернете, но пока что не находил. Не у нас, не за границей. То есть, чтобы кто-то клеил и воссоздавал кораллы. А благодаря этим работам мы можем увидеть действительно, как выглядел коралловый риф в те далекие времена. Они не особо отличаются от современных, но есть процессы эволюции, а есть такие виды кораллов, которые, к сожалению, не дожили для наших дней. Потому что Крым в юрский период был под водой. И здесь динозавры не обитали. К сожалению, а может быть и к счастью, мы нашли всего лишь маленький зуб 3 сантиметра плезиозавра. По описаниям он очень похож на кородавского змея. То есть, небольшая длинная шея, 4 ласты. Он питался рыбой. И вот мы нашли зуб на южном побережье. Сегодня он хранится в музее Тавриды. И благодаря этой находке вышла статья в книге, где, в принципе, также опубликованы мои находки. Это вот такая вот книга. Вот, значит, статья, где написано о находке. Здесь, конечно, увеличенный снимок зуба этого плезиозавра. Ну и также в этой книге опубликованы мои находки. То есть, что они несут действительно ценность для науки. То есть, я не просто собираю, коллекционирую. Не просто собиратель, да. А я занимаюсь еще и наукой. То есть, хотелось бы принести пользу в палеонтологию. Также, конечно, я сотрудничаю с различными музеями. То есть, я отсылаю свои находки. И, допустим, там, с музея океанологии Калининграда пришли благодарности. Я говорю, ребята, ну пришлите мне благодарности, чтобы у меня был какой-то документ, подтверждающий о том, что действительно это имеет ценность. Ну, как-то так. Ну, в общем, желаем удачи и успехов. Вот. И я думаю, что сейчас мы в следующей серии покажем более детально. Может, о чем-то где-то расскажем. Конкретно о каком-то экземпляре, отдельную историю. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе и ходим в гости. Вот таким людям, таких людей немного. Это единицы в Крыму. Вот. Но, тем не менее, такие люди есть. И с ними, как бы, не просто интересно общаться. С такими людьми интересно и в поход сходить, и в музей его посмотреть, и просто побеседовать на самые разнообразные темы. Спасибо. Спасибо.